Глубоко уважаемые коллеги, я хочу представить доклад, который готовила тоже, собственно, для Польского Конгресса, поэтому здесь такая на Польшу направленная тематика, но она, как выяснилось, неинтересна польским коллегам, надеюсь, будет интересно отечественным. Несколько лет назад на конференции, посвященной Всеволоду Михайловичу Путину, Виталию Александровичу, я вам и сделал доклад подробный про лаврский клад, который был найден, я немножко вкратце расскажу, но там очень подробно изложили историю его изучения, статья подготовлена к публикации в сборнике, я надеюсь, что выйдет в ближайшие годы. Ну, я немножко напомню про этот клад, может быть, не все его помнят, это знаменитый лаврский клад, который был найден в ноябре 1898 года в соборе Успения Пресвятой Богородицы, или ее еще называют Великой Церкви, Киево-Печорской лавры. Это один из крупнейших кладов Восточной Европы. Он включал более 16 тысяч экземпляров золотых монет, весом более 27 килограмм серебряных, весом более 270 килограмм монет, медали и жетонов Западной Европы, России, золотой римский медальон, а также небольшую группу золотых турецких монет. Упаковкой клада служили четыре оловянных сосуда и деревянная кадушка. Клад являлся казной монастыря, уверявшего о ее гибели в пожаре 1818 года, но пользовавшихся ею, судя по приложенным документам, вплоть до 1753. Относительно причины времени сокрытия высказывались разные гипотезы. Наиболее убедительное предположение было высказано Николаем Ивановичем Петровым, связавшим утаиванием монахами сокровища в связи с секуляризацией монастырских земель и подчинением монастыря в 1786 году киевскому митрополиту. О сокровищах было известно лишь нескольким старцам, которые не восприняли новые порядки и унесли тайну с собой в могилу. Изучение этого клада началось сразу практически после его обнаружения. Монахи пытались сами разобрать клад, но не смогли за полным отсутствием соответствующих знаний. И тогда археологическое общество при Киевской Духовной Академии назначило комиссию своих членов, сплошь профессоров, Петра Александровича Лошкарева, Николая Ивановича Петрова и Владимира Зиноновича Заведневича, а также варшавского археолога и коллекционера Виктора Виттиха. К комиссии был подготовлен, отпечатанный, вот здесь он на экране, в 1899 году в типографии лавры на русском и немецком языке каталог. Список представлял собой практически рекламный предпродажный проспект, адресованный любителям нумизматики и аукционным домам. Каталог был проиллюстрирован альбомом с фотоизображениями лицевых и оборотных сторон 150 монет и медалей. На сегодняшний день нам известен только один экземпляр такого альбома, хранящийся в Государственном Эрмитаже. О находке клада почти сразу стало известно Императорской археологической комиссии, которая, естественно, забеспокоилась намерением распродать этот клад и сообщила о ситуации в кабинет Его Императорского Величества. В Киев направлен был хранитель монетного отделения Императорского Эрмитажа Алексей Константинович Марков. В том же году каталог кладок, озаглавленный так же, как и двуязычный, который был на предыдущей картинке, но он уточнил атрибуцию, распределил по правителям, странам и дал краткое описание входящих монет и медалей. В рапорте директора Эрмитажа Ивану Александровичу Всеволожскому, характеризуя клад, Марков констатировал, что он содержит множество монет высшей степени редких и отсутствующих в Эрмитажном собрании, и, кроме того, несколько уникумов, и притом имеет металлическую ценность свыше 40 тысяч рублей. И приобретение его за 65 тысяч рублей – это сумма, в которую Марков оценил этот клад – очень желательно. И далее он пишет. Первым клада, несомненно, является медальон Констанция II, сына Константина Великого. Ныне он в собрании Эрмитажа, как вы видите. Последовало высочайшее повеление уплатить лавре 65 тысяч рублей и по получению клада создать для решения его дальнейшей судьбы комиссию под председательством директора Эрмитажа Всеволожского, председателя Императорской археологической комиссии, графа Алексея Александровича Бобринского, вице-президентна Императорской академии художеств, графа Ивана Ивановича Толстого. И специалистов-нумизматов из монетного отделения. Актом приемки был составлен Марковым каталог с расписками Маркова и сдавших представителей лавры. При окончательном подсчете оказалось 16 079 экземпляров. Они были доставлены в Эрмитаж, записаны в книгу поступлений. В январе-феврале 1900 года состоялось 5 заседаний упомянутой комиссии, в которые вошли также старший хранитель Иверсон, хранители Марков и Евгений Мартынович Придик. На первом же утвердили список редчайших золотых монет и медалей, отобранных для собрания. На следующих заседаниях еще были отобраны необходимые для собрания Эрмитажа. К протоколу был приложен список. Это вот первое собрание. Список с указанием количества отобранных монет. Также было отобрано золотых монет 1388 экземпляров и серебряных 1671. Исходя из устаревших представлений о кладах как источниках пополнения систематических коллекций, было принято решение о возможности обмена или продажи ненужных экземпляров. Большая часть была продана фирме Хесса и Шурмана фирмам. В 1899 году первую научную публикацию находки предпринял Николай Иванович Петров, о котором я уже говорила. Это был церковный историк, блюститель музея Киевской духовной академии, член церковно-исторического и археологического общества при академии. Он изложил обстоятельства находки, сделал предварительный анализ склада, высказал предположения о причинах сокрытия, описал польский реестр сбора податей за 1636-1638 годы, акты ревизии и изъятий, позднейшие из которых датированы 1753 годом. Кроме того, текст был проиллюстрирован пятью таблицами 19 редких монет и медалей с их подробным описанием. Петров писал, цитирую, польские монеты и медали, как серебряные, так и особенно золотые, идут сплошным рядом, начиная со Стефана Батория и оканчивая Яном Собесским. Между польскими золотыми есть массивные донативы Стефана Батория и Сигизмунда III и коронационные червонцы Якова Казимира. Единственную в своем роде вещь представляет большая золотая медаль князя Константина Константиновича Острожского, воеводы Киевского с его погрудным портретом. В кладе, судя по каталогу Маркова, было представлено 205 экземпляров монеты и медалей Польши. Стефана Батория – 8 золотых, Сигизмунда III – 43 золотых, 12 серебряных таллеров, Владислава IV – 34 золотых и 18 таллеров, Яна Казимира – 68 золотых, 4 таллера, Михаила Корибута – 8 золотых, Яна Собесского – 6 золотых, а также 4 золотые медали. Я хочу сразу поблагодарить хранителей, предоставивших мне материал Виталия Александровича Калинина, и Ольгу Андреевну Степанову за возможность представить сейчас вам эти изображения и работать с собранием. Из этих вещей Петровым были особенно отмечены 4, снабженные ссылками на опубликованный в 1841-45 годах каталог Эдварда Рачинского. Итак, первое. Большая золотая медаль польского короля, это Стефана Батория, 1580 года. Цитирую Петрова. «На лицевой стороне бюст Стефана Батория со скипетром в правой руке и мечом в левой, круговой надписью Стефан Баторий и божьей милостью король польский. На оборотной стороне повторяющийся герб Польши и Литвы с гербом самого Стефана Батория в центре под короной». И далее комментарий Петрова. «Медаль – это весьма редка. Если не единственное доселе, вероятно, она была выбита по случаю взятия в 1580 году Стефаном Баторием у царя Ивана Грозного города Великих Луг». Собрание Государственного Эрмитажа ныне. Вторая. «Большая золотая медаль польского короля Сигизмунда III. На оборотной стороне изображение второй жены Сигизмунда III Констанции». Далее Петров комментирует. «Сигизмунд III женился на Констанции в 1605 году, к которому и должна быть отнесена медаль. Она интересна по изображению тогдашних костюмов». Констанция австрийская, принцесса из дома Габсбургов, дочь Карла II Эрцгерцга Австрии, вторая жена Сигизмунда III в замужестве королева Польши и великая княгиня Литовская. Подобная медаль на тот момент уже имелась в собрании Эрмитажа. Вот она представлена внизу. Поэтому приобретена в собрании не была. Я демонстрирую в данном случае фотографию, которая в альбоме Лавры. Верхнее изображение, нижнее наше. Здесь хорошо видны детали, по которым… Ну, вот видно здесь дефект на штемпеле и много раковин. Ну, не на штемпеле, а на медали вмятина. Это не на штемпеле, а на самой медали. У нас хранится основное собрание, соответственно, поступление до 1917 года. Нижняя иллюстрация. Третья, опубликованная Петровым монетой, это донатив, о которой он пишет. Громадная золотая медаль польского короля Сигизмунда Третьего весом около ста червонцев. По мнению польских нумизматов, медаль выбида на отражение в 1621 году турок под хатином польскими войсками, в числе которых были и казаки, под предводительством своего гетмана Сагайдачного, принявшие на себя первые удары турок. Но там значительно больше комментариев я сократила, естественно. Имеется в виду редчайший экземпляр донатива Сигизмунда Третьего вазы в 90 дукатов 1621 года. Вес его 317 грамм, 25 миллиграмм, диаметром почти 70 миллиметров. Он соответствует изображению в альбоме, я чуть-чуть позже покажу этот альбом, и на странице Петрова. Вес в 100 дукатов указан у Петрова ошибочно и в первом двуязычном каталоге. В каталоге Маркова он уже исправлен в 90 червонцев. Четвертое – это уникальная золотая медаль, примерно по весу равная 10 червонцам. Ее подробнейшее описание впервые дано Петровым. Он пишет. Большая золотая медаль князя Константина Острожского, доселе неизвестная в нумизматике. На лицевой стороне погрудный портрет князя, латинская надпись «Константин Константинович, Божьей милостью княжь Острожский, воевода Киевский, маршалог земли Волынской, староста Владимирский». Наоборотный родовой герб князя, точно такой же, какой представлен на гравюре на обороте заглавного листа Острожской Библии 1581 года, изданный этим князем. Я добавлю, что здесь в Библии был помещен герб и геральдические вирши. Они у меня тут не поместились, когда я делала композицию. Но поверьте, тут вот это исследовано достаточно хорошо. Далее Петров дает подробное описание герба, говорящая о родстве Острожских с Рюриковичами, Литовскими и Гедеминовичами и рядом знатных родов Речи Посполитой. Герб неоднократно привлекал внимание исследователей Лукомского, Болсуновского, Кудрявцева и других. Я не буду останавливаться на этом гербе. Латинская легенда на оборотной стороне переводится. «Вот как громогласный голос ведет своих на небо». Анаграмма читается как «Ах, он увидел своих на небе», что, по мнению Петрова, свидетельствует о времени чеканки после смерти князя, последовавшей в 1608 году. Константин в прикрещении Василий, Константинович Острожский, киевский воевода, защитник православия в Западной Руси и непримиримый враг иезуитов. Он понимал, что только развитием просвещения среди массы западнорусского населения и образовательного уровня православного духовенства можно достичь успехов в борьбе с организованной пропагандой иезуитов и католических ксензов. Насущной потребностью для православного западнорусского населения, по убеждению князя, было издание священного писания на славянском языке. В Киево-Печорской типографии, основанной около 1578 года Иваном Федоровым и князем Острожским, была напечатана первая полная славянская, так называемая, Острожская Библия. Отец Константина Василия Острожского, военный и государственный деятель Великого княжества Литовского из православного рода Острожских, князь Константин Иванович Острожский, захоронен был в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Напомню, что при ремонте левого предела и был обнаружен лаврский клад, о котором, собственно, этот доклад. Острожские известны как покровители монастыря и щедрые дарители. Скорее всего, медаль была вклада в монастырь одного из членов этого знатного рода. Вернемся к отобранным для собрания Эрмитажа монетам и медалям, как уже упоминалось, в количестве 3 121 экземпляра. Введенные в основное собрание западноевропейские монеты и медали, составляющие основную часть клада, к сожалению, не были вписаны Марковым, составленные еще в 1850-х годах каталоги Минскабинета Эрмитажа. Написанные хранителем западноевропейских монет и медалей Фридрихом Луи, он русифицировал себя в Львах Александровича, Шардиусом, они являются ценнейшим источником по истории формирования собрания. В более поздних томах каталогов, написанных еще при жизни Маркова, в частности Николаем Петровичем Бауэром, происхождение монет из Лаврского клада также не отмечено. Возможную причину этого Иван Георгиевич Спасский объяснял следующим образом. Монеты лежали в коллекциях в соответствии с каталогами 1850-60-х годов, но почти все, что поступало в течение второй половины столетия, отмечалось и то не всегда, только в книгах поступления и оставалось неразобранным и неприсоединенных к коллекциям. Работа по выявлению в собрании депаспортизированных западноевропейских монет Лаврского клада была начата Татьяной Никитичной-Миносян. Вот фотография Татьяны Никитичной. Она, вот Татьяна Никитична, это Любовь Николаевна Белова и Анна Алексеевна Маркова. И Анна Алексеевна и Любовь Николаевна были... Что, время? Они были послевоенными хранителями Анны Алексеевны всего огромного фонда западноевропейских монет, а Любовь Николаевна Белова античных. Татьяна Никитична-Миносян родилась 22 октября 1919 года. Коренная Ленинградка до эвакуации в 1942 году была в осажденном городе. Она пришла на работу в музей в трудные послевоенные годы. В отделе нумизматики занималась восстановлением систематизации, инвентаризации вернувшегося эвакуации собрания под руководством послевоенного хранителя этого огромного фонда Анны Алексеевны Марковой. Сферой научных интересов в Миносян была польская нумизматика. Она опубликовала всего около двух десятков научных работ. Однако за годы работы в Эрмитаже стала первоклассным знатоком сложнейшего средневекового нумизматического материала. На основе сделанных ей определений она написала многие тома инвентарных книг западного отделения. Ей введен в научный оборот ряд кладовых комплексов, хранящихся в музее. Она являлась заведующей сектором западноевропейских монет отдела и передала свои знания Марине Викторовне Мухе, Татьяне Ивановне Слеповой, Наталье Витальевне Фроловой, которая стала ее преемницей в хранении и исследовании польских монет. Коллекция польских монет Эрмитажа насчитывает около 38 тысяч. Кроме того, имеется более 10 кладов, в состав которых входят польские монеты. По мнению Татьяны Никитишиной, основная часть польской коллекции кладового происхождения. В опубликованной в 1977 году статье «Польские монеты из кладов на территории СССР и Польши в собрании Эрмитажа» она попыталась установить происхождение, возможно, большего числа монет основного собрания путем сличения данных со сведениями архивных источников, хранящихся в отделе нумизматики и архиве. Опираясь на публикацию Маркова без привлечения упоминавшегося альбома, она провела большую работу идентифицировав в собрании 3-4 золотые и 5 серебряных монет лаврского клада, подходящих по определению, что логично для редкости и крупных номиналов. Но для ряда монет инвентарные номера были даны большим диапазоном, так как в собрании имеется несколько соответствующих по номиналу и году монет. Впоследствии Фролова отметила принадлежность лаврскому кладу в научных каталогах ряда по публикации Миностян. К сожалению, Фролова не успела осуществить задуманный ею каталог польских донативов. Работу по выявлению монет клада продолжил в Сен Михайлович Потин, который впервые привлек хранящиеся в архиве Эрмитажа документы и посвятил кладу в отдельную публикацию 2000 года. Он писал, «Монеты клада являются зеркалом экономической жизни, важнейших направлений торговых связей, а иногда военных и политических событий XVII века. Значительное число польских золотых монет и медалей напоминают, что еще недавно эти земли входили в состав Речи Посполитой. В настоящее время они все растворены в основном собрании, нередко без указания происхождения. Однако можно утверждать, что наибольшее количество редкостей западноевропейской чеканки XVI-XVII веков, хранящихся в Эрмитаже, наряду с коррекциями Рейхеля и Строгановых, происходит из лаврского клада. Пометки Всеволода Михайловича имеются в ряде научных каталогах инвентарей Германии, Швейцарии и Австрии. Кроме вышеперечисленных экземпляров, достоверно принадлежащих можно считать еще ряд известных по альбому двуязычного каталога и таблицам Петрова золотых и серебряных монет. Идентификации помогает также приложенный к протоколу список с указанием отобранных для Эрмитажа монет. Остальные не имеют изображения в альбоме и у Петрова, поэтому их атрибуции еще требует подтверждения, для чего необходимо вычленить уже имеющиеся к 1850 годам записанные в упомянутый Минскабинет инвентарь экземпляры, а также поступившие из частных коллекций. Кроме того, нужно учитывать крупные довоенные выдачи, в том числе эквивалентной Варшавской коллекции Парижскому договору 1921 года. Невозможно не упомянуть поступившие из склада работой резчика Самуэля Аммона из Гданьска, работавшего при дворе Сигизмунда III в 1611-12 году. В собрании Эрмитажа из Лаврского клада, кроме уже упоминавшегося донатива Сигизмунда III в 90 дукатов, также работы Самуэля Аммона, поступил донатив в 40 дукатов в 1617 года весом почти 140 грамм и 10 дукатов 1612 года. Монета 100 дукатов Сигизмунда III 1621 года отчеканена теми же штемпелями, что и Эрмитажный экземпляр этого года, но весом около 350 грамм, проходила на аукционе в США в 2008 году и была куплена за почти полтора миллиона долларов. Обращаю внимание, увеличилась трещина на штемпеле оборотной стороны. Тут вот внизу, мне тут не видно, вот где-то здесь она. Кстати, в 2017 году была выпущена серебряная памятная монета 20 злотых с изображением этой редкой монеты. О ее художественных ценностях я умалчиваю. По альбому нам известны экземпляры монет Владислава IV в 10 дукатов в 1939 году и 10 дукатов в 1661 году Якова Казимира. На таблице с изображениями польских монет помещено изображение медали с определением в каталоге. Ян Казимир 20 дукатов аншлюз Пруссии. Ну, на самом деле это медальер Эрган Буххейм медаль в память Оливского мира 1660 года завершившего Северные войны 1555-60 годов. По заключенному в мае 1660 года в Оливском монастыре возле Данцига миру польский король Ян Казимир отказывается от претензий на шведскую корону и таким образом ликвидировалась фасальная зависимость в Восточной Пруссии от Польши. Насчет аншлюза это, конечно, немножко перебор. Состав вклада отражает характер денежного обращения конца 16-го начала 17-го веков, а также включает ценные вклады донаторов монастыря, состоятельных прихожан и паломников. В целом характеризует процветающее экономическое состояние богатейшего монастыря Украины в 16-17 веках. Да, я хочу эту медаль показать. Она включена, хотя это Германия, но она относится к истории Польши, поэтому она была на таблице помещена вместе вот с польскими монетами. Спасибо, Екатерина Витальевна.